Доброе утро! В эфире новости в студии Егор Матаев. Переходим к выпуску. Алтай – место притяжения. Поток туристов вырос в нашем регионе. Давайте посмотрим, насколько. За это лето Алтайский край посетило больше 1 миллиона туристов. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Самые популярные места у гостей региона – Белокуриха, Бурнаул, Березовая Катунь, озеро Ая и Алтайский район. Летом в данных туристических районах общая загруженность мест размещения по будням достигала 70%, а по выходным доходила и до 100%. Осенью в Алтайском крае высадят сеянцы на площади более полутора тысяч гектаров. Их подготовил лесной селекционно-семеноводческий центр «Алтай-Лес». По последним данным, сеянцы уже высадили на площади 600 гектаров. 400 из них на территории Ключевского лесничества. А вот в Егоревском районе в посадке деревцев приняли участие еще и школьники. Там сеянцы высадили в рамках акции «Живи лес» на площади трех гектаров. Что важно, технологию посадки и количество посадочных мест контролируют сотрудники территориальных отделов управления лесами Минприроды края. Зоозащитники ликуют, кинологи, охотники бьют тревогу. Контактные притравочные станции должны прекратить работу. Соответствующий федеральный закон вступил в силу в сентябре. С какими проблемами пришлось столкнуться кинологам и охотникам, расскажет Анна Муратова. Вырывают когти, зубы, морят голодом. Одним словом, калечат животных. Так говорят зоозащитники о том, что происходит на притравочных станциях. Для кабанов, медведей, барсаков и других жертв таких тренировок – это медленная и мучительная смерть. Активисты уверены – эти методы нужно запретить. Зоозащитники проникают тайным образом в эти притравочные станции. И они видят, как используемые животные их просто разрывают. Очень много фотографий, очень много издевательств над медведями. Представляете, медведи, молодые медведи сидят на цепях и их разрывают собаки. Просто разрывают. То есть из года в год они покалеченные, они умирают на этих притравочных станциях. Кинологи, в свою очередь, уверяют – такое возможно, но только на нелегальных притравочных станциях. На законных животных не убивают. Более того, их там кормят и даже следят за здоровьем. То есть постоянно мясо. То есть медведь просто ест мясо. Мясо, варится каша, там вот этот отборный овес, у них там договор с каким-то фермером, там ветеринарные документы на всех есть. То есть ежегодно проходит вакцинация. Потому что клыки у него, это вот то, что там говорят, никто их не пилит. По словам кинологов, притравочные станции никогда не допускали увечий. Там животных берегут. Специалисты подчеркивают, иногда притравка даже полезна для диких зверей. В природе встречается масса условий, когда жизни животному угрожает опасность. Притравка позволяет тренировать их инстинкт самосохранения. И таким образом учат выживать. А собаки, нуждающиеся в притравке, просто не смогут осуществить свой породистый долг – задержать добычу. Согласно закону, ограждающие конструкции должны помешать обеим сторонам, чтобы не нанести увечий. Но кинологи считают, заграждение между охотничьей собакой и добычей не позволяет почувствовать опасность перед хищником. А значит, на настоящей охоте собака не сможет защитить хозяина. Поэтому убитых собак медведем я видела, ну, немного скажу, но пяток собак точно на моих глазах убил медведя. А вот медведя, пораненного собаками, я ни разу не видела. Важно и то, что собака должна получить диплом за охотничьи качества. Тогда и потомство по документам будет цениться выше. В ином случае даже породистый пёс будет считаться дворнягой. Чтобы доказать звание охотничьей собаки, псам необходимо продемонстрировать свои генетические качества при встрече с диким животным. Проверка проходит по таким критериям, как смелость, сила голоса, быстрый поиск и другим. Управление охотничьего хозяйства Алтайского края предложило внести поправки в федеральный закон, чтобы сохранить породу. Исключить повреждения дикого животного, но в то же время сохранить и научить собаку работать по его удержанию, чтобы у собаки вырубался инстинкт, как избежать травмы и так далее при встрече с этим зверем. Так или иначе, пока закон на стороне зоозащитников, но кинологи не опускают руки и надеются, что в него ещё внесут поправки. И тогда охотничьи породы собак сохранят свои генетические качества. Анна Муратова, Анатолий Фукс, Денис Кузьменко. Новости. На этом пока всё. Передаю слово Елене Хороша в своих студиях утреннего канала. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»